Добрый день, дамы и господа! Как у вас настроение? В соли отлично, соли прекрасно, ваш вселенный! Сегодня мы выполняем три упражнения для развития выносливости мышц диафрагмы, которые находятся вот здесь! Соответственно, давайте же начнем с первого упражнения. Это дыхание огня, когда мы дышим носиком вот таким вот образом. При этом плечики опущены, не двигаются вот таким вот образом, максимум могут чуточку вибрировать, потому что вот здесь все у нас ходят, смотри-ка! То есть здесь работает, здесь опущено. Выполнять будем в течение одной минуты. Таймер сейчас запущу. Давайте же начнем. Поехали! 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 друзья, даже выполнили чуточку больше, как и всегда, чтобы выполнять упражнение на сто десять процентов, соответственно, второе упражнение это у нас дыхание, дыхание как змейки, точнее шиканье, сыканье, вот так вот, будем делать резко, мощно, вот так звонко, чтобы прям звучало, чтобы вот здесь, опять же, если мы посмотрим, то вот здесь может ощущаться, как оно двигается, соответственно, можете прислонить ручку, пощупать и в течение одной минуты мы будем делать, опять же, звонко, спинка прямая, то есть, как струночка хорошая такая, здоровая, да, итак, погнали, одна минута Есть Субтитры делал DimaTorzok Супер! Молодцы, друзья! Следующее упражнение — это Ш. Аналогичное предыдущему, то есть, опять же, мощно, резко, звонко выполняем, однако же, будет буква Ш. Ш, 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 облагородишь за Ш. Ш, 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 да, а звук Ш. Соответственно, давайте попьем водички перед тем, как выполнить это упражнение. Нужно облагородить все, что здесь находится, потому как, когда мы выполняем упражнение на дыхание, то здесь может сушиться чуточку. А хорошо бы, чтобы было влажненько. Однако от водички иногда потом воздух выходит, и мы такие, почему как раз-таки мы делаем иногда 110%, то есть чуточку больше по времени. Из-за того, что во время выполнения второго упражнения у меня было такое, ой, что-то подходит. Соответственно, я так и сделал. И давайте же, одна минута, одна минута делаем шалаш. Строем шалаш вместе через звук Ш, 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 Ш. Условия те же, здесь работает. Ага, здесь опущено. Погнали. Ш, 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 Ш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, друзья! Здорово! Молодцы! Все выполнили, попили водичку опять Вновь Благодаря этим упражнениям У вас разовьются Мышцы диафрагмы Ее выносливость, что вы сможете На долгом промежутке времени, допустим Проговаривать определенные фразы То есть, допустим, 4 строки у вас текста Двенадцатым кеглем, и вы такие опочки Все прочли на одном дыхании Либо же исполнили композицию Музыкальную, да? И в течение 15-20 секунд Допустим, удержали одну ноту А то и в течение большего промежутка времени И так далее То есть, для этого нам понадобится выносливость Этих мышц Через сколько вы почувствуете результат? Результат может почувствоваться как сразу после выполнения упражнений Так и спустя 2-3 дня Так и через неделю Так и через 2-3 месяца Это все различные результаты То же самое, что и делать отжимания Потому что здесь у нас мышцы работают И здесь у нас тоже мышцы Если вы хотите научиться отжиматься Необходимо отжиматься И постоянно увеличивать Увеличивать нагрузки И тогда у вас прям все мощно Будет прям вообще хорошо А потом, так скажем Поддерживать уровень в хорошем состоянии Вам необходимо будет То есть, иногда тоже выполнять упражнения Можете петь, допустим Это тоже считается как упражнение По сути Ну, потому что Когда вы поете И когда вы выполняете упражнения Задействуются одни и те же мышцы Просто когда мы выполняем определенные упражнения То в этот момент мы акцентируем На определенном аспекте Вот Проработки То же самое, что и делать Допустим, вот так вот отжимания Вот так вот отжимания Которые бриллиантовые Либо же вот такие широкие Либо же трицепсовые Вот такие вот Когда мы выполняем либо же с наклоном и так далее, то есть мы фокусируемся на определенных мышцах, на определенных вещах, а, допустим, на соревнованиях, которые у вас там проходят, вам понадобится только определенный вот такой широкий хват, например, либо на кулаках, да, и так далее. В общем, спасибо большое за просмотр этого видеоролика, пишите в комментариях, как вам упражнение, какое упражнение вам понравилось больше всего и от какого упражнения у вас прям вот здесь, что ощущаю, ощущаю диафрагму, почувствовал, да, вот такое вот ощущение возникло. И пишите в комментариях, какие еще упражнения разобрать, и до новых встреч, друзья! Всем пока, успехов, бай-бай!